Прошло почти 60 лет с того далекого 1959 года, когда впервые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное движение прошло не одно поколение советских граждан. В годы перестройки о нем забыли, но в последние годы институт студенческих отрядов вновь начал активно развиваться. Кстати, теперь в стране есть официальный праздник – День российских студенческих отрядов. Бойцы РСО – так они себя называют, в их числе и моя коллега Юлия Воженина. Официальный День российских студенческих отрядов появился только три года назад, но у него уже есть свои традиции. Боец или тот, кто когда-либо был в студенческом отряде, будь то проводник, повар или вожатый, как я, в День РСО надевает свою форменную целинку. И где бы он ни находился, кем бы он ни работал, целый день он проводит в ней. Эта зеленая целинка – обязательная форма бойца РСО. Если вы видите человека в ней, значит смело можете обратиться за помощью. Эти люди могут все. Уникальная организация, уникальные люди, самые настоящие, самые надежные. Как говорят, лучшие люди страны. Но это в самом деле так, потому что это движение бойцей студенческих трудовых отрядов. Мы строим будущее нашей страны. Мы работаем на всех самых ответственных объектах. Здесь каждый может выбрать себе работу по душе. Строительные, педагогические, сервисные отряды и отряды проводников. В каждом из направлений есть своя особенность и интерес. Работаю вожатой я уже три года. В этом году будет четвертый. Наверное, больше всего мне нравится всегда общаться с детьми с самого детства. И именно поэтому я выбрала это направление. На самом деле опыт вожатого может пригодиться в любой профессии, потому что работая вожатым, ты во все сферы жизни погружаешься. Тебе нужно сделать все в течение всей смены. Так что это колоссальный опыт, который всегда будет нужен. Таня Иванова всегда знает, как пройдет ее лето. Под крики речевок и песни под гитару. Девушка вот уже 8 лет работает вожатой в детских оздоровительных лагерях. Причем предпочитает местный ландшафт. Поэтому на лето остается работать в республике. Мне нравится атмосфера. Там очень красивая природа. Но самое главное, наверное, даже не природа, а то окружение людей, которые меня окружают. Они уже не только друзья, они мне стали родными. Бал РСО дает редкую возможность встретиться всем вместе, поздравить друг друга с праздником, поговорить о планах, ну и получить награды. Для этого нужно пройти три условных целины. Причем не просто пройти, а стать самым лучшим, чтобы в день РСО тебя отметили нагрудным знаком за активную работу в студенческом отряде. РСО – это сила, я надеюсь на Россию. РСО – это можно. Больцо победе не готово. Больцо победе не готово. Больцо победе не готово. Стали в ряды будем подогнать. РСО – это все РСО. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов. Республика.